В этом шоу комики и блогеры перевоплощаются в исторических персонажей и отвечают на вопросы о них. Кто будет правильно отвечать на вопросы, получает от Жени 2 балла. А кто отвечает смешно или как-то в тему, в образ, получит от Димы по одному баллу. Но таких ответов может быть уйма. Да, если за правильно отвечать. Давайте на сегодняшний выпуск опустим планочку. Вообще, если тот человек отвечает. За правильный 200, за неправильный 100. Просто человек говорит еще. Как скажете, да, сегодня за любой открытый рот будет привилегия. Ой, Дима. Тут я, конечно, дал жару, да, мне кажется, сейчас. А давайте представим под ваши аплодисменты наших участников. Она, прекрасная половина татара монгольского ига. Татарка FM, а именно Лилия Абрамова. Лилия, привет, спасибо. Сегодня мы как раз ждали человека, который будет отвечать за красоту. И ты поймешь, почему, представляй дальше. Да, и так и не дождались, да. Его имя значит победитель. Раньше, 28 сентября, на его именины убивали гусей. И посмотрите, как это все прекрасно совмещается в этом человеке. Никита Никитин. Так сказать, щипанный гусь. Следующий участник приехал из Белоруссии. У него есть усы. Ну нет, нет, нет. Погодите. Нет, это всего лишь Андрей Шумилов. Привет. Привет, привет. Вообще, я подумал, вот нет ощущения, что мы как будто нас тетя привела в больницу. Ты за тетю ответишь, например? Ой, прости, пожалуйста. Да. Я вам потом расскажу, куда я вас привела. Вот смотрите, еще не знает персонаж, а уже продерживается образа. У тебя женский персонаж, естественно, сегодня. Спасибо. Вот кого бы ты из исторических личностей хотела бы сегодня воплотить на этой сцене? Ну, любая такая, ну, Клеопатра, например. Ну, может быть. Еще? Это же то, что я сейчас, как Клеопатра. А может быть, две Клеопатры сегодня? Я тоже хочу. Я и Никита. А, ты про себя? Ладно, ты за меня переживаешь? Да нет, мы можем же поменяться своими местами в целом. Никита. Кем я хочу стать? Да, кем ты хочешь стать? А зачем вы спрашиваете, если вы не исполняете мои желания? Я, потому что в прошлый раз сказал, что ты хочешь быть птеродактилем. Все верно. И мои предпочтения не меняются. А вы просто говорите, ну, да-да-да. И все, просто тешите меня надеждой. Хорошо. Ладно, тогда... Нет, я могу сказать. Давай. Я хочу стать сегодня академиком Павловым. Почему? Во-первых, мне очень нравятся люди, у которых вместо имени, ну, звания... Академик. Да, академик Павлов. У него, получается, сын академикович. И, во-вторых, мне нравится то, что в трудовой книжке у него написано «Вивисектор». Ой, действительно. Ты же в своей не можешь написать, да, другие? Ой, эти умные люди вообще. А мне тоже можно Бухлов в гримёрку? Я поверю, нам не Бухлов уже. А, уже нет. Андрей, смотри, вот какой вопрос. Выбери сейчас исторического персонажа, которого, на твой субъективный взгляд, ты знаешь лучше всех. Ну, Кристиану Роналду, но... Живой. Так, ну, про него прям могу много поотвечать. Ну, вообще, это, наверное, Христофор Колумб. Кристиану Роналду и Христофор Колумб. И то, и другое связано с Португалией. Прикольно, молодец. На самом деле, мы же... У нас есть концепция с Женькой. Мы берём самые лучшие из других интеллектуальных программ. И призы и подарки тоже. Сегодня, если вдруг помните, передача «Счастливый случай» была. Мы оттуда взяли двухкассетный музыкальный центр. Вау. Именно эту конструкцию получит победитель. Так что, ребята, ей за что побороться... Ребят, я не первый раз участвую. Не первый раз побеждаю. Их слова яйца выеденного не стоят. Скорее всего, это муляж. Ну, ты похож на человек, который привёз это с собой. Твоё как будто должен забрать обратно. Для начала участникам предстоит угадать, кем они будут. Кого начнём? Ну, давайте с Лилией начнём. Конечно, с меня. Господи, да. Смотрите, у вашего пса была кличка «Мальчик». Кто вы? Ну, я точно девочка. Только девочка могла назвать собаку «Мальчиком». И девчонка наша, отечественная. Да, правильно. Наша. А есть персонажи с именем девочка просто, если собака-мальчик? Жила-была девочка. Когда на улице девочка зовёт мальчиком? Да. Вы очень известная актриса, но ни разу не сыграли главную роль в кино. Кто вы? Этот образ, который сложился у этой актрисы, он больше второстепенного персонажа. У Фаины Раневской, например, были главные роли. А где же? Ну, где же? Нет, Фаина Раневская. Не было ни одна, совершенно верно. Фаина Раневская! Перейдём к Никите. Твоим любимым предметом в школе были труды. Кто ты? Это же правда. Инспектор Гарри. А вы всузили круг, да, реально, из всех исторических персонажей? Труды. То есть у Цезаря мог бы быть любимый предмет труды? Нет, потому что он делал много дел одновременно, а там только табурет. Слушай, наверное, ты пьяный персонаж, если труды любым предметом. Пьяный. Да. Папа Карлоско? Кстати, крутая подсказка, да, прибухивать прям любил. Стаханов. Ты любил выступать в белом костюме, но обладал чёрным поясом по карате. Выступать? Кто ты? Выступать. Ну я, очевидно, выступающий какой-то человек, выступающий с песнями. Так, да, так. В белом костюме кого ты представляешь из людей, которые с песнями выступали? Кто в белом костюме? Михалков жив, ну я не знаю. Так не наш персонаж, он жив. И любимый предмет труды. Но это тебя больше сбивает, это не важно. А, ну, центральная подсказка. Суперская подсказка. Сказка, кто в белом постоянно ходит? Люди, у которых в жизни всё хорошо. Этот человек у него поет песни. Но Элвис Пресли да не подходит. А кто ещё там из певцов вообще есть? Есть какие-то варианты? Элвис Пресли? Элвис Пресли, совершенно верно. У него так, стереносы. Вот, что Никитов появится. Классно вообще. Причём здесь чёрный пояс по карате и белый костюме. Ну, на самом деле тебя даже тренировать особо не надо. Посмотри, сходство 2% уже. У вас есть глаза у обоих. Андрей, мы сегодня подготовили для тебя шикарную дятину. Первый факт. Отправившись на войну, ты взял с собой 18 бутылок виски, 24 бутылки вина, по 6 бутылок портвейна, вермута, коньяка и 12 бутылок лимонного сока. Это что-то из страха и ненависти в Лас-Вегасе? Да, это... Кто ты? Кто там вообще воевал? Ну, сейчас не скажешь. Ну так, в чём ты такое количество мог с собой провести? На лошадях? Нет. На верблюдах? Нет. Почему? Ну, там, где жарко, там так не бухают. Смотри, ты носил шляпы и много курил. Индиана Джонс. Да ну... Отправившись на войну. Подожди, Черчилль? Уинстон Черчилль! Абсолютно правильный ответ! Или, что ты знаешь про Фаину Раневскую? Самая, наверное, лучшая актриса всех времён в юмористическом жанре. Да, собственно, и в драматическом, наверное, тоже. Это не она, цитат, классная ВКонтакте пишет, нет? Нет. Всё возможно. Не встречайся с теми, у кого написано «Мулия, не нервируй меня». Да. Маленькая подсказочка. А Умс? А, Андрей? Да. Как настрой? Отлично. Спасибо, Никит. Провелился Пресли. Ну что? Да это все все знают. Все, ну, гитарист он. Очень много пародистов Элвиса Пресли узнаю. Сегодня ещё один появится. Сегодня просто ещё один. Сегодня появится легендарный. В историческом кое-стендапе появится вот этот свой. Кстати, за танец тебе сегодня будет отдельный балл. Заготовлен, если вдруг захочешь. Давайте аплодисментами. Проводать наше. Вам желаю удачи. До вечера. До вечера. Паина Раневская. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, ну, здесь комфортно, мне кажется. Ой, 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 посмотрите. Вот один балл, конечно, балл сразу. Уинстон Черчилль! Хеллоу, 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 хеллоу. Хеллоу, хеллоу. О, ой, 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 ой. Ты шоу Бенни Хилла, я не понимаешь. Он просто даже в английском уже успел ошибиться. Одна фраза. Вы меня не поправляете, я... Вот так лучше, один балл тоже у нас будет. Так, с британским акцентом. И сейчас... Матери, уберите детей от экрана. Отцы, прячьте ваших дочерей постарше, потому что самочки могут влюбиться. Элвис Пресли! Мне кажется, это фестиваль пародии влюберсы где-нибудь на таком. Ты так больше не поворачивайся. Это же Мэр Иванова, мне кажется. Так выглядит. За перформанс танцевальный, естественно, Элвису тоже один балл. Я выгляжу, выгляжу как Брежнев-гангстер. Ты выглядишь, как Никит Никитин, который перепутал одежду, когда сказали, иди в парадном. Это такой букей. Элвис Пресли, правда, так плохо сочетал носки? Совсем остальные, добрые. Это 70-е и 80-е. Ну, а вот так вот, и вообще, какую-то тему с набора Барби. Тебя глаза красивые даже. Нет, ты так на женщину похожа. Как бы прогорела фирма, издающая Барби, если Кен выглядел. Ну, такая бракованная партия, которая в реке перевернулась. Такие в Африке будем продавать. Ну, сейчас эпоха бодипозитива. Кен может как угодно выглядеть. Но я, на самом деле, благодарен историческому квист-стендапу. Это все-таки образовательная передача. Вот сегодня, например, я узнал, чтобы пописать в комбинезоне, надо полностью раздеваться. Поэтому уже... Жалко, что ты узнал со второго раза. Андрюш, я. А, Уинстон, извини, пожалуйста. Что-то успели узнать, вспомнить про Черчилля? Я хочу уйти в Африке, как всегда. Я не знаю, что я не успел узнать. Я знаю, что я англичанин, я люблю виски. И я сижу рядом с очень-очень хорошей девушкой. Да я Элвис. Нет, нет, нет. Это про нее? Про него? Нет, нет, нет. У меня есть вопрос. Та, кофе, Дэнси? Би, водка, чики-бари-бам? Окей, окей. У англичанина очень турецкий, английский такой. Мы мало знаем про Черчилля. Такой. Переходим к раунду, который называется «Я себя знаю». В этом раунде участники отвечают на вопросы о своих персонажах. Так же по порядку с Своей Нараневской. Да, да, давайте начнем с Раневской. В 1955 году вы вошли в труппу Московского драматического театра имени Пушкина. Там вы вскоре взяли под опеку этого начинающего актера. О ком идет речь? Иннокентий Смоктуновский? Нет. Ты хочешь поспорить со мной? Уйдем. Эй! Так, здесь у меня картинка сложилась. Но есть подсказка. Этот актер пел песню про большой каретный. Высоцкий. Абсолютно верно, Владимир Высоцкий, да? Два балла у нас получает Своя Нараневская. Тути-фути. Тути-фути. Ну что, уничтожен? Ну, какое имя Тути-фути? Груша о Эппл? Ну, Тути-фути, это группа. О, я. Это тоже груша о Эппл. Задавай вопрос, не быстрее, пока Элвису не унесла сорока. Я в образ, в образ, я. Элвис, в этот день ты съел 4 шарика мороженого и 6 шоколадных печеней. Что это был за день? День здоровья. Один балл, это неправильно. А, эээ... Я не могу. Можно, эээ, день педофила. Малый вдруг. Когда если не сейчас день педофила, вот этим балл-черчиллю, да, Дин, хорошо. Обычно, обычно про такой день снимают детективы. День педофила. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. В жизни каждого человека вот несколько таких ключевых дней. День рождения, например, Рождество. Месячные? В жизни каждого человека. Поминки. А, вот и близка. На своих похоронах я съел 4 мороженых. А, две даты всего есть. Две даты. День рождения. День смерти. Абсолютно верно, день смерти. Вот в тот самый день, когда ты умер, как показало скрытие, ты питался именно этим. Ты умер от ангины. Два балла у нас получает Уинстон Черчилль. Двигаемся дальше. Да. Черчилль. Черчилль, Уинстон, ты часто называл это черным псом, только и ждущим, чтобы показать свой оскал. Что это? Сталин. No. Сталин. Вот сейчас. Кошка. Ну, парадошка. Кошка это черный пес, который только ждет, чтобы показать свой оскал. Этим страдает каждый десятый человек в мире. И я думаю, что если прямо сейчас взять статистику, то каждый второй. Коронавирус? Геморрой? А, эм... Мы рядом. Паранавирус? Геморрой, барадонтос. Мы рядом. Бубонная чума. Какая-то болезнь? Какая-то болезнь? Это самая частая причина обращения к психологам. Неуверенность в себе. Деверенность, абсолютно правильный ответ. Черный пес. Fuck you. Откуда ты знаешь? Fuck you, я тоже знаю английский. Он говорит, fuck you. Это говорит, fuck you, я тоже знаю английский. Я знаю английский. Дисна, интеллектуальная беседа двух англичан. Фаина. С вас срисовали этого мультипликационного персонажа, и вы же его озвучивали. О ком речь? А я знаю, а знаю. А я знаю, а я знаю. А я знаю. А кто-то расскажет. Фрэкин Бок. Фрэкин Бок, все, сразу сказала. Эй, а шапокляк. Шапокляк? Нет, шапокляк она больше сейчас. Нет, фрэкин Бок. Да, два балла у нас получает Фаина. Хорошо, что ты не сказал, что я не позорился. Хорошо, что мы не Фаина Ароневская. Важное уточнение. Уинстона, вы что думали? Фрэкин Бок, я. Да он врет, он думает. Все политики так иначе врут один балл, потому что он, я уверен, соврал сейчас. Сейчас начались раздаваться баллы просто от того, что ты подумал, что он подумал, да? Я правильно понимаю? Окей. Я подумал про один балл, но он не фе... Периодически за твои ответы в музыкальной стезе я тоже буду давать баллы. Давай так. Тути-фрути. Один балл. Но больше, пожалуйста, не разводи меня. Итак, Элвис, за всю свою жизнь ты так и не выучил это. Английский. Что? Фак ю. Тебя о чем-нибудь говорит? Я думаю, гимн Америки. Хороший ответ, но неправильно. Один балл. Ну, прикольно. То есть, музыкант, который... Сколько стран Великобритании? О, ну, смысле, регионов Великобритании. Сколько стран? Страна одна? Нет, нет. Мы можем Черчилля на два метра внутрь чаще этой рощи задвинуть чуть-чуть. Я просто... Первый жест английского на ваш русский. Сложно, да? Сложно, очень, слова нестыковка. Так, может, и не надо? Я в образ, в образе. А еще какие есть ответы? Правильные. Не выучил... Не выучил за всю жизнь. Свою дату смерти. Таблицу умножения. Да, ты ел мороженое и шоколадные пончики такой. Ну, не сегодняш точно. Нет, это не таблица умножения, но это тоже, можно сказать, некая грамота. А, нотную строчки, ноты. У меня сейчас и очень похож на человек, который не знает ноты. Это, кстати, правильно ответ. У тебя поздравляю. Два балла у нас получает Элли. Так, на этом мы закончили разминку, которая называлась «Я себя знаю». Двигаемся в раунд под названием «Твое домашнее животное». Сейчас здесь будет четыре изображения разных животных, домашних и не очень, которые так или иначе связаны с вашими персонажами. Но одна картинка там для того, чтобы вас запутать. Она не относится к вашим персонажам. Это кого-то другого. Итак, ну а что мы имеем в раунде «Твое домашнее животное»? Под номером один у нас, допустим, это будет кот. Под номером два это таракан. Ты не знаешь, как выглядит кот? Допустим, кот. Номер три – шимпанзе и номер четыре – бегемот. Можно предположить, что мое таракан, судя по моему тараканам в голове, но это не таракан. Сразу говорю. Твое, видимо, кот. Ты девочка-кот. Нет, я думаю, что у меня тоже таракан. Потому что я никогда не любила убираться и поддерживать чистоту. Считала, что это пустая трата времени. Это немцы-то тоже говорили. И если вам мешает, то вы и уберите. Вполне возможно, что у меня водились, ну, хотя бы парочку тараканов. Да, логика присутствует, Элвис. Почему тараканы – это твое? Ну, смотрите, у меня вот два варианта. У меня по-любому что-то экзотическое, вряд ли кот. Ну, ты мороженое любишь. Мороженое. И танцы. Ты прям меня угадываешь. Считаешь, как открытую книгу. Твоя шимпанзе. С кем танцуешь дома? С шимпанзе. Не с бегемотом же. С бегемотом сложно татать, что бегемот становится на передние лапы. С бегемотом и панельцами. Не, как будто таракан – это Черчилль, да? Действительно. Котик милый. Котик милый. Возможно, уэльский котик. Возможно, тоже мой. Я выбираю. Ты выбираешь таракан? Да. Тараканы Азафаины Раневской. Далее. Мой бегемот. Ты же котика хотел? Не хочу. Бегемот, потому что… Вы не знаете, но бегемоты дают хорошее шампанское. Вот. Они, если подает бегемот, это будет очень хороший шампанский. Французский бегемот – это вот прям вот. Его кормят. Прямо вот… Ты очень много знаешь о бегемотах. Ладно, вы меня не понимаете. Ладно, бегемот. Хорошо услышано. Элвис. Ну, я думаю, что шимпанзе, ну, потому что животные похожи на своих хозяев. И в целом подходят все. Но, мне кажется, шимпанзе, оно на плане человек, и я на плане человек. Хорошо. Давай, Евгения, зачитывай правильный ответ. Я думаю, я даже знаю имя шимпанзе – Тути Фрути. Тути Фрути. Начнем, наверное, с шимпанзе, как раз таки. Это действительно шимпанзе Элвиса Пресли. Да, мы тебя поздравляем. Бабала. Бабала. Тараканы. Да. Действительно, тараканы Фаина Раневской. Она не боролась с ними. И даже их подкармливала. And бегемот. И бегемот – это животные Билли Калвина Кулиджа, 30-го президента США. А кот Бжук как раз принадлежал Черчиллю. Факин, чест. Винстон Черчилль. О, мой гад. Факин, кот, факин, кот. Факин, кот, факин, кот. Факин, кот стучит в окно. Знаете, что кошка – это кет, а не кот? Пожалуйста. Не важно. Ну что, раундов много, ребята, и у вас очень много и тараканов в голове, и разных странностей, поэтому сегодня у нас появился новый раунд, который как раз так и называется «Привычки и странности». Итак, поехали. Схема совершенно такая же, как в предыдущем раунде. Вы видите четыре картинки, символизирующих те или иные странности или привычки. Ваша задача – понять, какая из них относится к вашему персонажу. Ну и одна лишняя по традиции. Первая картинка – это такой вот символизм на частые падения в обмороке. Дальше яйца и в сыром виде, и в вареном, и в любом виде. И есть некий фанатизм прям от яиц. Картинка номер три. Кто-то из вас обожал работать голым. Один из вас любил покупать куски мяса и стрелять по ним в ближайшем к дому лесу. Расстреливать куски мяса. Ну, сейчас я только думаю работать голым, потому что яйца жмет кобзда. И я сейчас подумаю еще. Падение в обмороке. От пережатия яиц можно упасть в обморок? Давай мы отвернемся на 10 минут и прямо сегодня проверим. Ну, мне кажется, яйца – это не твоя тема. Что касаемо яиц, я их любила и всегда употребляла, дабы беречь свои связки. Что касаемо мяса, я никогда не любила мяса, потому что это мясо когда-то ходило, когда-то дышало и когда-то смотрело. Голый – я всегда боялась сквозняков. Что касаемо оморок, да, падало не раз, но никто об этом не знал, поэтому вряд ли это могло бы. Сделен гладко, конечно, вообще просто. А если 5-й кардон? Ну, интересно, если Фаина Раневская работала голой в театре, да? Ну, как бы тоже. Аншлаги. Высоцкий возьму опеку над тобой. И стреляет по мясу. Я готов взял свой выбор, если что. Мои яйца. Я любил яйца. Есть утром, по утрам, разные. Англичанин. Что на вашем будет яйца? Яйко. Коко. Яйко. Уэльс, Уэльс. Британские яйца – это Уэльс. А сколько у вас стоит позаниматься репетиторством? Вы понимаете, просто дорого. Вот у меня там три языка. Настоящий английский, который не знаю. Выдуманный. И мой русский, не настоящий. У меня совсем белорусский четвертый. Все перемешиваются. Получается суп том-ям какой-то вообще. И все это выливаю. Взял яйца. Да. Так, Эллис. Так, ну я вот ломаюсь между вот этим голым и стрелять по мясу. По мясу, блин, прикольно стрелять. Может быть, по мясу шмалил. Мы с шимпанзе выходили. Путифрутит. Так, так, пожалуйста. А я мог голым стрелять по мясу? Вполне да. Даже в зеркало. Ну, блин, блин. Подскажите, блин. Подскажите. Голым сидел. Мести писал. Ну, как-то, ну, а как? Если гитару писи холодно. Ну, откуда такие танцы тогда? Твои эти все. Вы что-то голым такие придумали. Я напоминаю, что Эллис играл еще и на губной гармонии. О, точно голый. Точно голый. Не, ну они сказали, работа, офис, это все не мое. Давайте вот мясо стрелять по мясу. Итак, у нас здесь, соответственно, яйца. Так у меня яйца. И у тебя яйца. А там мясо. Договорились? Может быть? Такое, да, у меня через стринги все видно, поэтому, да. Итак, Раневская выбрала яйца, Черчилль выбрал яйца. А правильный ответ? Яйца на самом деле принадлежат Эллису Прессу. Очень, очень. Просто. Так, подождите, еще не сказали правильно, что я ответил. Тогда у меня падаю в оморок. Постоянно депрессия, боюсь, падаю в оморок. Хорошо, Черчилль меняет свой ответ, он падает в оморок. А правильный ответ про Черчилля? Предпочитал работать голым. О май гад, о май гад, это не я. Старый извращенец. Ну и, соответственно, с яйцами ошиблась и Фаина Раневская, и как их показывает в жизни не раз, с Фаиной Раневской был не единожды такой случай, что она просто ни с того ни с сего падала в обмороки. Да, действительно, это были частые обмороки, это про Фаина Раневскую. А мясом мы вас сбивали. Любил покупать куски мяса и стрелять по ним в ближайшем лесу. Курт Кобейн. Вот такой вам интересный вопрос. Тренировался, да? Давайте аплодируем участникам, раунд закончится. В следующем раунде участникам нужно угадать слово, пропущенное в их цитате. Начнем мы с цитаты госпожи Раневской. Я как что-то участвую, но не вхожу. Я как Исландия, участвую, но не вхожу. О, география, окей, ладно, окей. Исландия не входила... Я в таком, я в Британии, на это есть причина, она далеко. Мы просили, я просил, они говорят, мы не пойдем, подвиньте свой остров ближе к нам, и таким тяжело подвигаться. Она так, просто, на сексу, точно не Ирландию имел в виду. Но, на Исландию. Хорошо, я как что-то... Я как отчим на бандементоне. Участвуй, не вхожу. Ну, я как отчим, ну, я как отец, который стоит за стеклом кафе, где обедает моя семья. Это херня похожа на Пресли, давай один балл. Что-то очень пошлое должно быть. Вполне вероятно. Ну, такое жестко прям. Я как яйца участвую, но не вхожу. Вот. И правильный ответ действительно прозвучало первому Скал Пресли. Я как яйца участвую, но не вхожу. Ребята, обожаю яйца. Цитаты Эллиса. Вы никогда не узнаете, как замечательно родной город, пока... Пока... Это Саратов. Пока из него не уедете. Совершенно верно, пока не уедете оттуда. Два балла у нас, конечно же, это правильно. У меня есть патриотическая версия. Вы никогда не узнаете, как замечательный родной город, пока не родитесь там. Пока мэром не станет Собянин. Вы никогда не узнаете... Еще один балл. Вы никогда не узнаете замечательный ваш родной город, пока не увидите день города вашего города. Салют! Если не сейчас, когда? Один балл? Дэнсин! Слушай, мне кажется, ему можно просто дать балл за то, что он хотя бы в штанах сидит. Мне кажется... Я не настолько ау-ля-улю. У меня депрессия... У меня депрессия. У меня депрессион, депрессион. Отдохни, брат. Я готовлюсь к своему. А нет, брат не будет отдыхать. Сейчас как раз цитата Черчилля. Цитата для Черчилля. Не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи. Ибо там все были богаты и здоровы, а удачливыми оказались единицы. Это я говорил или Ваенга говорил у меня вопрос? Во-первых, не желайте здоровья и богатства, а желайте удачи. Ибо в крипте все были богатые и здоровые, а удачливые оказались единицы. Один балл есть. На скачках. На скачках. Смотрите, это вот какое-то конкретное место. Прямо казино. С конкретным названием. Black Star. Там действительно бедных простоквашено. Титаник. Титаник. Абсолютно правильный ответ. Ибо там были богатые и здоровые люди, а удачливыми оказались единицы. Два балла Фаина Раневс. Китата Раневский. Женщины, конечно, умнее. Вы когда-нибудь слышали о женщине, которая бы потеряла голову только от того, что у мужчины... Увидела ноги голые. Отлично. Еще чуть-чуть точнее. Только от того, что у мужчины вросший ноготь. Что-то с ногами связано. Что-то с ногами точно связано. Голые ноги, коленки. Проблемы с крестцами. Один балл за крестцы. Да, наверное, я думаю, что мучить-то не будем. Мне кажется, Раневская по смыслу... Чистые ноги. Чистые ноги. Голые ноги. Увидела мужчина голые ноги. Ну, красивые ноги. Знаешь, что типа мужики увидели красивые ножки и потеряли голову. У женщин такой проблемы нет. Два балла Фаина Одесская и сегодня... И сегодня... Голову не теряется. Ну, не знаю. По-моему, сейчас зрители сходят с ума. Мне кажется, что... Теряя в голову. А тут этой красоты. О май гад. Оу-оу-оу. Оу-оу. 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 Я не знаю ни одной женщины, которая бы приспала с парнем за ноги. О май гад. За ноги? Оу-оу. Русалочка. Ты сам виноват. Один балл у нас Элвису отлетает. Промодится как раз в сноу. Если дела идут плохо... Есть мороженое. Пусть будет еще хуже. Ничего не делаю. Ничего не делаю. Ничего не делаю. Если дела идут плохо, то... То секс с обезьянами не лучше уехать. Ну что ж. Бедные шимпанзе. У нас даже клички в шимпанзе нет. То есть прикиньте, он нужен фрукти. Тут же фрукти. Один балл, да? А, смотрите, вот цитата Пресли, она больше наоборот. Наоборот, мотивационная. Есть такая версия, если дела идут плохо, то у тебя адвокат Ефремова. Один балл. Так, давайте правильно угодомерзь. Давайте правильно угодомерзь, действительно. В этом и наоборот. О, уже есть ответ. А только я видел. Ну что ли? Еще 40 человек. Почему вы не скажете, что я видел эту фразу? Почему вы не скажете, что я видел эту фразу? Почему бы такая стимиссия, ты все похож на дядьку на юбиле. О, тост. Да, вы являлся была версия. Ну, слушайте, это же очевидно. Ребят, ну на поверхности. Если дела идут плохо, не идите с ними. Два балла! Супер, молодец. И это я сам догадался, не за какой-то технической ошибки. Я, может, даже три балла сразу. Да, три балла. Снимем за ложь, Сэллиса Пресли. Сидели здесь. Четыре дня бы думали. Уинстон, ваша цитата. Я люблю что-то. Собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. Что-то, кто-то смотрит на нас как на равных. Кошки? Я люблю кошек. Потому что собаки смотрят на нас снизу вверх. Кошки смотрят на нас сверху вниз. Кошки смотрят на нас как на равных. Я уехал. Ты потолковался. я люблю свиней собаки смотрят на нас снизу вверх кошки смотрят на сверху вниз чертиль был четверых ноги он много пил и голым работал там иногда мне кажется за это уточнение один балл на элдосе пресли и вот как раз тебя подровнял там по баллам за то что три вычитал закончим раунд дело в том что вы все были очень весомыми историческими фигурами и упоминались так или иначе в разных песнях вам нужно просто вспомнить или предположить или прикольнуться кто про вас пел естественно одной картинкой по нашей традиции женькой мы его запутываем итак у нас есть группа сплин у нас есть без нее никуда я считаю лолита милявская у нас есть владимир высоцкий и филипп бедросович киркоров про кого могла петь клеопатра киркоров клеопатра лолита милявская пела про раневскую до какой такой песню есть такая песня сто процентов прям помнишь конечно недавно была у нее на концерте пойдем за пивом пойдем за пивом не давайте с эллисом разберемся сплин мог бы петь это слово или целая песня посвященная упоминание упоминание могло у них быть например потому что выхода нет эллиса включи и полетель ну типа примеру да хорошо убедительно дальше смотри киркоров мог петь про пресли я король но не как элвис пресли я весь такой но он круче и если мы по-моему не разу даже за потуги же не давали баллы давайте первый раз за потуги музыка эллиса пресли так те же самые вопросы вот сплин про черчилля мог петь выхода нет черчилль взяли и полетели вряд ли второй раз потуги вроде не дают и на титанике был черчилль тоже странно чем ты играешь на маленькой укулеле как будто у кошки от говно хвост вытираешь прекрасно так вот больше так хорошо на титанике ну давай это что милявская получается да нет я думаю что киркоров как будто сплин умнее разделала понятно не могли бы два человека и милявская и высоцкий и милявская и высоцкий если я взяла свое время высоцкого под крылом значит он обязательно должен был что-то про меня доспеть про меня женщина как хочет только делай то считаю сплин группа сплин пели они умнее чем киркоров подсказал мой американский другие так сплин а здесь ну давайте я попробую ну короля поп-музыки что он сравнил с королем рок-н-ролла как-то ну естественно высоцкий просто слил да все отстанет меня а часть имя винстон может как пачка сигарет вилет он вот зарин по-любому сплит мне не нравится как ну ответ ничем не подкрепленный даст он потом старается уже притянуть какой-то логикой сплит правильного и так давай по правильным ответом же не дали ну начнем сразу с очевидно правильного действительно леолита милявского не прямо песня называется раневская и это правильный ответ да поздравляем дальше про черчилля пел владимир высоцкий упомянул его в песне письмо на телевидении сумасшедшего дома когда я прозвучала фамилия черчилль это ноль баллов но и человек который тебе подсказал что выбирай сплин сам сплин не выбрал мы идем ставить кофе под элвиса пресса сбежал пропеллер heads ах мое сердце песня но ты чего остановила кстати от этого ты умер друзья два балла у нас раневская и все собак мы и близимся к финалу у нас предпоследняя рубрика которая называется что было раньше в ней специальный гость приглашенный приходит рассказывает историю про вашего персонажа в определенный момент останавливается а вам надо понять чем же закончилась эта история все очень просто поговаривают что до чего бы не прикасался в на рынке контент этот человек не превращается в золото так что женька берегись возможно будь аккуратен у него и шоу которая тебя могут сейчас прям забрать да как твоя жизнь рассказывает на каких платформах то еще есть instagram удалили так на ютюбе два страйка впервые за всю историю канала так живу пока в телеграме наше шоу слегка отличается от многого что ты видел и делал в своей жизни хочешь но . тут конечно наверное сразу можно определить у меня бы эти персонажи били бы друг друга по лицу дрались бы в клетке и кто-то оказался бы геем примерно так все да все психотипы то писал идеально давай начнем с фаина раневской так это кто играя в массовке ты до беспамятства влюбилась в одного актера возможно было статный красавец покоритель женских сердец и вдруг он сам недвусмысленно напросился к тебе в гости а такое было бывало ли такое или чтобы я сделала я подвожу аккуратно подвожу аккуратно ну честно возможно возможно хорошо ты была совсем молоденькая актриса и так неопытно что не смея верить свое счастье спустила последние деньги на вино и закуски накрыла стол на дело самое эффектное платье и стала ждать его замирая от страха в назначены для свидания час гость явился и в этот момент и я бы прогнала почему как то вот я не знаю что то произошло бы такое от чего бы я бы сказал уходи но не знаю я думаю сейчас как фаина ранее уходи мне не хватит загрузок а что за человек это был да какая разница может давай стрелец было здатный красавец дэнни девито такое видение статного красавца стоит тебе и я понравлюсь но смотри прогнала я могу какие-то подсказки можно сказать да можно подсказку как смотри он извращенец тоже сомневался значит это был панин пожалуйста не порти нашу передачу я себя очень прошу я бы сказала подожди я сейчас приду и ушла бы но факт то что ничего бы не было или он бы ушел из квартиры или я пошла даже ты выглядишь только с виду целомудренный в общем он хулиган в таких влюбляются с такими не живут и чтобы ты сделал если бы он пришел попросила бы прийти завтра хулигана я думаю что вот именно это отказала бы здесь важно здесь важный момент что ты была прям еще совсем юная и неопытно тем более начала твоей карьеры тем я думаю что той тура невскую которую мы знаем вот она мне кажется вот этой в этой истории родилась то есть это настолько тебя поразило что после ты конечно мне кажется он ее как закалил как-то задела ее внешне внешность может быть ее как хуже гораздо он мне кажется тронул какие-то ну вот женька или он не захотел ее или что я не знаю что то вот что-то очень для него оскорбитель все же вот он прям хотел сразу зайти далеко и произвести на вас впечатление советский дикпик пришел с бабушкой он женщины к ней пришел да и мало того падла какая и но то это не вопрос про и попросил переночевать с этой женщиной в ее квартире да да совершенно верно да ты знаешь какая тварь представляешь ты оделась какая все приготовила ждешь вот этого твоего самого а он приходит какой-то побед ты и говорит фаиночка можно еще попросить пару часиков погулять прикинь ну что что-то из жизни знакомая вот по ощущениям депрессия моя до нее дойдем не переживай я думаю что есть два балла фейнер аневский тебе очень его схожего персонажа поговорим можно элвису да да конечно элвис ты женил меня в вегасе помнишь да только я был чернокожий ну я догадывался что что-то что-то в тебе не так смотри у меня для тебя есть неожиданный вопрос тебя элвис ненавидели родители девочек для которых ты был кумиром считалось что у тебя была провокационная была так написано тебя элвис не на элвис на контрольном чтении сейчас тебя элвис ненавидели родители девочек для которых ты был кумиром считалось что у тебя была провокационная музыка, и ты вел себя как сексуальный маньяк. Поэтому неудивительно, что родители юных девушек... Они пишут песни. Да не перебивай ты. Человек еле читает. Абирант, был бы ты Черчиллем, тебя бы не исправляли. Абирант, давай. Спасибо. Погнали. Готов? Да я-то нормально. Молчи. Мне просто надо молчать. Ладно, я пытался... Элвис, тебя, короче, все ненавидели. Скажи. Тебя все ненавидели. Особенно родители девочек, для которых ты был кумиром. Считалось, что у тебя была провокационная музыка, и ты вел себя как сексуальный маньяк. Как видно, у тебя сексуальный маньяк? Да хуйню эту не я писал, я читаю просто, ты можешь понять. Никит, я клянусь, я бы тоже не сдержался, но честно, я бы, блин, тут вставил бы еще раз. Смешной рефрен, минус тысячи пищевал. Поэтому неудивительно, что родители юных девушек были явно не рады увлечению своих дочерей, даже разбивали пластинки с твоими записями. А ты, в свою очередь, часто оставлял автографы своим поклонницам на груди. «Как ты это делал?» Просто фломастером? Такой вопрос. Такой, блин, там очень сложная история. Ну, мы же знали, что куда-то придется. «Как ты это делал?» Ты говорил, давайте я напишу там, где мама с папой не увидят. Давай, ну, давай вот тут. Они радостные открывали, и ты писал. Хороший вариант на этот балл, но неправильно. На груди с Пасхой, чтобы, ну, они не смывали. Нет, а что писал? А, Туди Фрути. Туди Фрути. Что-то писал, в этом прикол. Один балл Черчилля за... Кажется, да. Типа, я твой, или хочу тебя. Ну, что-то такое, очень такое. Ну, не совсем. Ты скресничка не в том, что, а в том, как. А я не понимаю, в чем проблема, в чему я не могу написать, пришла девушка, почему я не могу написать на груди у нее. В чем препятствие? Можешь, можешь, а что писал? Так, что или как? А давай и что, и как. И это 4 балла будет. Что и как и чем. В пути о Пресле я бы целовала девушку, и на своих, на моих губах оставалась бы помада, и я бы ее целовал в губах. Вот это провокационно, интересно. Если бы я так делал, я бы просто голым был, раздевался, курил сигару при девочках. Я бы просто писал, здесь был сексуальный маньян. Ребята, я хочу с вами сегодня зависнуть. Ты тоже свингер? Первый раз, когда Абирану что-то мерещится, и капельницы не нужны. Приходите, ты писал им, приходите биться в скилес. Номер телефона ты свой писал. Номер телефона, зачем? Чтобы песни им петь? Это было бы прикольно, кстати. Берегите, те, кто понравились такой, на сиськах телефона. А женщина? Какой телефон? Тогда же не было его. Ты что-то писал, и как? Домашний, конечно. Давай мы подумаем вместе. Писал тексты песен свои. Ой, извини, Андрей предложил подумать вместе. Это будет дольше. Тут что-то мощное. Ну, а как писал? То есть рукой им не нравится. Ногой, губами. Губами, нет. А в чем прикол? Ну, то есть им запрещали... А может, девочка расписывалась себя на груди? Нет. Я не знаю, почему. Нет, да, да. Что, потом что? Говорит, я Уэллеса на груди расписывал. Думай, как... Думай, как... Ты крутой. Тебе подходит девушка, она писает кипятком перед тобой, визжит. Мама сзади со скалкой орет на нее, типа, сука, уйди от нее. Что бы ты сделал у нее на сиськах? Я поцеловала. Дорогая Марина Сергеевна, извините, пожалуйста, за мою сатанинскую музыку. Он точно знает, в каком он образе? Он до сих пор думает, что он все-таки галустян из какого-то фильма где он играл на веса. А, там что-то было с визитом. А, погоди, погоди. А, сними очки, покажи Амирану свою. А? Покажи Амирану. А мы знакомы? Ты тоже любишь, когда тебя смотрят в глаза? Можешь показать, пожалуйста, керпи. Я ввести на гормоны. Можно, не буду? Ладно, керпи. Одень обратно. Окей. Короче, своими словами просто скажу, все очень просто. Родители были против твоей музыки, ну, вернее, чтобы твою музыку не слышали, их дочурки. Они ходили к тебе на концерты. Естественно, правильно Амиран говорит. Писались кипятбол. Извините, дочурки или бочурки? Чурки. Ой, пожалуйста, не начинай. Нет, я сказал, дочурки. Он еще подтвердил свои слова. Я сейчас пытаюсь спасти твою программу. Куда ты уже поздно? Дочери, родители ходили на твои концерты. Зачем? Короче, я тебе расскажу секрет. Ты их всех там, мама не горюй телу. Все очень просто. Смотри, если бы вопрос закончился на том, как ты оставлял свой автограф, ты бы ответил. Я бы написала время. После секса. Сколько держусь? Держи, во сколько приходишь? Знаешь, что есть уже подсказка, что это дело на груди. Просто скажи, что ты писал на груди? На лифчиках. Адрес и время. Адрес и время прикольный вариант. Один балл. Раневская уже шести баллов получила. Я не пойму, кто из нас тут мужик? Ты можешь вообще как-нибудь это? Как бы ты поступил? Я не понимаю, как во время после секса на улице вообще. Я маленький девочка. Блядь, если YouTube не забанит этот выпуск, твоя мама вообще не запрошена. Я не понимаю так на логику. Так, напишу. Это мой мужик. Лифчик. Я пишу, все было в рамках законодательства Российской Федерации от такого числа. Не очень. Там два слова. Дени Хачак. Спасибо, братан. Красава. Ты вспомнил все-таки? Кто это? Кто это? Он два часа сидел, ну, блядь, где-то я его видел. Я знаю, я знаю. Там два слова. Там было написано «Зови маму». Хороший вариант. Один балл. Еще маму. Ну, в смысле. Ну, я бы написал за ВДВ. Чтобы... Один балл. Один балл за ВДВ. Не можем не дать. Не можем не дать. За Лос-Анджелевское ВДВ. А сам, блядь, это очень простой. Не, было бы смешно, если бы... Элвис Пресли описал. Ну, что? Ура! Прикинь! Молодец! На левой титьке. Элвис, на правой Пресли, чтобы родители принципиально видели твой этот капслок, когда дочь возвращалась. А снизу подписывал «Ёб твою мать». Это моя дочь? Правильный ответ. Молодец. Я свой планирую. Аплодируем ему, красава. Смысл. Кэр, а ты думал, что это было сложно? Ну, задавай вопрос про Черчилля. Окей, да. Уинстон Черчилль. А, вот ты кто? Да, да. А кто ты думал, кто я? Я думал, Чарли Чаплин. Извините. Все же помнят звенитого Чарли Чаплина без усов. Период влюбленности, расцвет депрессии. У меня? У меня. А. У меня просто всегда. Я голый курю на балконе. Ты свой дневник читаешь там? Ой, просто чат открыл там. В самый разгар сухого закона в 1931 году ты посетил США. И так как движение Великобритании левостороннее, ты по привычке смотрел на правую сторону дороги, а не на левую. И тебя сбил автомобиль. Что было дальше? Что было дальше? Пока все, исходя из того Черчилля, которого мы сегодня видели, это логично. Сейчас будут две шкатулки, да? Ты получил сильные ушибы на груди и вывих плеча. Но ты взял на себя всю вину за аварию, сообщив полиции, что водитель был невиновен. Но и сам ты сумел извлечь выгоду из аварии. После аварии тебя перестала досаждать жена. Ух ты. А помог тебе в этом врач. Каким именно образом? Сегодня все крючочки, все подсказочки уже были развешаны в прошлых раундах. Если ты помнишь... Я помню, у меня депрессия. Я помню, что... Забудь про это. Так, мне помог врач, и мне не досаждала жена. Ты решил хитро... Я могу... И подговорил врача. Я сказал... Чтобы что? Я сказал врачу... Что ему можно пить. Да, вот я хотел... И нужно, чтобы снять болевой порог. Два балла тебе сейчас. Сейчас просто ушли в сторону Фаины Раневской. Совершенно верный ответ. Врач посоветовал как будто бы официально, что ему на полном серьезе можно прибухивать за обедом. Да и в целом вообще. Но мы же знаем про Черчилля уже сегодня сколько мы? 6 тысяч часов обсуждаем, как он пьющий был человек. Уинстон, ты старался. Да я не успел сказать, а старый человек. Старушка обогнала меня. Без того, ни сего вообще. Как на повороте. Так он правильно ответил? Ответила правильно Фаина, получается. Да? Красотка. В Америке вот так. Ну, слава богу, не в Америке, знаете. Ну, как тебе у нас? Комфортно вообще? Это прикольно. Приходи в следующий раз, просто Элвейсон тоже посидишь. У нас концепция шла в том, что мы не меняем исторических личностей. Да. Приходи в группу всегда Элвейсон, всегда Черчилль и Фаина. Кого бы выбрал? В кого переоделся? Фаину. Спасибо. Мечта Барри Алибаса. другого ответа быть не могло. Амиран Сардаров был сегодня с нами. Спасибо огромное. Провожаем тебя. Аплодисменты. Спасибо, дорогой. Все? Все так быстро? Да? Блядь, и за это я заработал 500 тысяч, прикиньте. Спасибо, ребят. Блин. Извините, нам не... Нахур. Я бы посидел еще. Блядь, посиди! Блядь, переодень его в кого-нибудь, блядь. Почему они? Почему у них злые лица? Ладно, пацаны, давайте удачем. Это грим. Сокрой сидеть. Все, спасибо, ребят. До свидания. Спасибо. Все ваши персонажи здесь сегодня встретились не случайно. есть какая-то общая черта, какой-то факт, который вас всех объединяет. Это очень сложный вопрос. Там практически невероятно правильно ответить, но вы можете писать сколько угодно вариантов. Мы каждый рассмотрим, если там есть логика или какой-то интерес. Или что-то на английском. А, я все, извиня, он уже маркер нюхает. Сидит. Серчель. Ну, теперь он вообще и курит. Итак, время пошло. У вас есть 30 минут. Думайте, решайте. Напоминаю, что о одной версии можно не ограничиваться. А как ты думаешь, мы вот пока отвернулись, там Черчилль не задохнется колпачком? Ломайся, тиро, как маленькие дети. Я думаю, что в случае с Андреем колпачок должен быть на резинке, знаешь, как варь. А что делать, если Черчилль сразу правильно не сдав? Жень, скажи честно, вы вот с таким бы Элвисом. Дори Фрюри? Дори Фрюри. Если кому-то на свадьбу нужны двойники Элвиса Пресли, ты тройник, ёб твою мать, а не двойник. Посмотри на себя. Ты двойник двойника, в лучшем случае. Тут не фрути. Тут не фрути. На танце оставил саратовский. Так, что осталось три секунды. Давайте начнем с Черчилля, потому что, зная привычки и привязанности Уинстона, он потом может подворовывать ответы, которые прозвучали. Итак, что сказали? What our abination? Первое. Это пух. Судя по костюму, тут точно есть внутри пух. Легкая как пушинка. Спасибо. А я дома за глаза называю себя Винни-пух. Вот и, собственно, пух. Понятно. Версия. Блин, прикиньте, тут сейчас такая склейка, конец выпуска и жаль не читать правильно. Следующий ответ. Всех обвиняют пух. И последний китрый. Больше, потому что выпусков не будет. Следующий объединяет щиколотки. Вот щиколотки открытые, вот щиколотки открытые. А у меня тоже. Вот должны были, но я не показывал. Вот, но. Вот щиколотки. Вот. Следующий выпуск. Ты просто существительный. Игорь, одно слово всегда. Пивас. Любила пивас. Это вообще Очакова. Вот, визуально. Амбассадор просто. Да. Ну, а я всегда под хмелем. Вот. Вот. Ну и, наверное, правильный ответ. Это табак. Мы все любили курить сигареты. Я курил сигареты. Фаина Раневская. Фаина Раневская курила сигареты. И Элис Прессли. Я думаю, что в этом раунде он забыл по-английски. И Элис Прессли танцует, как будто тушит бычок. О, красиво. Это красивая версия. Вот за нее один балл точно дадим. Это финальная твоя? Да. Слава Богу. Итак, Элис. Ну, во-первых, это понятно, что все мы любим веселые броски костюма. Поэтому мы мы стиляги. Все вы стиляги. За всех не говори. Ну, вот прям, конечно, такая стиляга. Да, так. Ну, давайте отталкиваться от времен. Давайте. Я голый вообще стиляга. У меня голый. Рюшечки такие тоже есть на теле. И пух. И пух. Я сейчас другие версии вообще не буду читать. Ладно, окей. Одна десятая балла. Уинстон, Элвис, Фаина. Мы топ-3 самых непопулярных имен в российском паспортном столе. Хорошо, один балл. Я не смог написать это все целиком. Топ-3 имен. Хорошо. Можно еще топ-3 популярных имен в Дагестане. Ну, как бы я. Окей, не лезу. А сам-то таки версии не пишешь, потому что там больше одного слова? Да. Ну, у нас у всех стопудово родинка с волосом. Родинка с волосом? Нет, ты подлядывал в мою гримерку, что ли, я не поняла? Это блюдо он имел ввиду. Так, ну и что у нас Фаина считает? Что объединяет ваши персонажи? Ой, наших персонажей абсолютно очевидно объединяет такое психическое отклонение личности, как психопатия. Расскажи, фаина. Нет, когда... Нет, 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 ты путаешь это немножечко с олигопренией. Когда, например, человек не способен любить себе подобных. Он может любить животное. Вот. А человек, он не может любить, но он очень классно умеет это изображать. Человек не испытывает чувство стыда, как правило. Но очень классно умеет это изображать. Человек, который знает, что такое хорошо, что такое плохо, но всегда ведет себя таким образом, как ему хотелось бы. Просто в то время это заболевание не было так хорошо изучено. И людей с отклонением называли психопатами. Вот. Я думаю, что все трое этих персонажей все-таки на тот момент имели такое у себя в каких-нибудь документах. Второе... Может, попей пивас? Да, попей пивас. Я представлял себя сейчас на кушетке, знаешь, на приеме. Вот. Так, хороший вариант, один балл. Вот. Изречения наши, которые ушли как бы в века, которые до сих пор помнят, пользуются, повторяют и так далее. Любовь к животным также. Так. Люди, которые действительно любили исключительно животных, к близким относились никак и зачастую, их просто не было. Ой, обожаю. Одиночество. Все эти трое людей, несмотря на то, что они были всеми любимыми, они постоянно находились в массе, у них было такое публичное одиночество и, конечно же, курение табака. Тоже написала? Да. Так, ну, за курение, поскольку мы балдали, тебе тоже балд, не можем не дать. Потому что это очень логично. А теперь, внимание, друзья, правильный ответ. неужто куриные сердечки? Слушайте, пух! Правильный ответ, то, что вы все в детстве страдали заиканием. А как мы должны были догадаться, где заикание вообще проскакивалось? Ну, только у тебя сегодня вот прям сам подсказкой был. Расскажите, как все прошло, понравилось ли вам, как вам в одеждах через 4 часа сидится? Честно сказать, я в такой передаче принимаю впервые участие. Мне сегодня очень много хотелось бы лагурить и шутить, но учитывая мой образ, мне приходилось больше молчать, чем говорить, потому что я как бы в образе. Красавцы, молодцы, гнали пургу, но это было весело. Давай-ка, пургообразователи. Большое спасибо, мне очень понравилось как вентилятор сегодняшней программы. Подкидывал на себя дерьмо? Вот и шутка! Вот тандем сработался у нас. Не, мне понравилось, мне единственное, что мне не нравится, что я как будто, вот я вроде умный человек, в жизни. Но я вот снимаюсь и потом выхожу и смотрю потом, как будто вот тупой становлюсь. А вот все талантливые люди, они всегда волнуются, когда впервые что-то делают. У меня психолог так же выглядит, между прочим. Вот это говорит только о твоем таланте и скромности. А это да, спасибо. Так, окей. А что нового? Вы еще не такого узнали, что возможно завтра вы как факт интересно расскажете про одного из персонажей? Ну животное у меня было, вот бегемот, мне вот узнал. А, они все. Я специально продумал это сказать. Пожалуйста, оставьте это, я специально это сказал. Андрей Шумилов-Геней, которого мы не поменим. Спасибо. Проживотное, да. Действительно, Женька правильно в какой-то момент увидела и упомянула, что больше всего правильных ответов сегодня получила Лилия Абрамова за образ Фаины Раневской. Поэтому сегодня мы не вручаем, а возвращаем тебе этот посылок. Держи. Спасибо. Спасибо. А можно узнать, а кто на втором на третьем месте? Это очень принципиально. Ну у меня минус тысяча, в каком я месте? Ну я может, меня минус три, чтобы с тобой и с твоей правилом с конца. Вам важно, кто на втором на третьем месте? Да, прикинь. Нет, скажи. На втором и на третьем месте два брата-близнеца, которых однажды разлучила жизнь и только проект исторический Кистен. Я говорил, братья Сафронова. Здесь ты Игитов. Вместе. Вам спасибо огромное за участие, спасибо огромное за веселье и за ваш интеллект-лант. Так что скажу, которые почти все проявили. Никита Никитин, Лилия Абрамова, Андрей Шумилов это исторический Кистен. Здесь будет дисплейс никогда не повторяйтесь. И пороли штаны просто дать. Вредит вашему здоровью и уважению к вам от лица окружающих. Все, будем заканчивать. Исторический Кистен. Друзья, смотрите нас и дальше. Пока-пока. Пока. Пока. Чутки в руки. Чутки в руки. Артур. 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 Артур.